Всем привет! Сегодня будет обзор электрочайника от фирмы Polaris, модель VWK1803C. Этот чайник представлен вообще в трех цветах. Есть белый, черный и бордовый. У меня он черный. Здесь заклеена защита от вскрытия. Так, сейчас мы ее как-нибудь расчикаем. Не пойдет. Все вроде вскрылось. Коробочка у них такая с удобной ручкой, кстати. Очень легко его транспортировать. Так, сейчас мы посмотрим, что у нас здесь. Что у него вообще интересного есть? У него запатентованная технология ватовой про для того, чтобы удобно заливать воду, не открывая крышку. Абсолютно вот таким образом. Просто включаешь воду, и она заливается. Английский контролер Strix, который предназначен для 15 тысяч циклов кипячения, что равно 10 годам интенсивного использования. Корпус высококачественного пластика. Двусторонняя шкала контроля уровня воды. Фильтр для очистки воды есть. Автоматический, в то же время ручной выключатель. То есть можно либо дождаться, когда автоматически выключится, либо вручную выключить, когда вам надо. Вращающийся корпус на 360 градусов. Скрытый нагревательный элемент. Отсек для хранения шнура. Блокировка включения без воды. То есть он просто не включится, если у вас недостаточно воды залито. Защита от перегрева. Вместительность его 1,8 литра. Довольно прилично. Хватит на семью попить. Мощность у него 1850-2200 ватт. Вот. Теперь будем разглядывать, как же он выглядит. Так, что у нас тут вложено? Сразу есть инструкция. Обширненькая такая. Потом почитаем мы ее. Отдельно у нас сложный шнур с подставкой. Замотанный вот такой толстый шнур. Симпатичный. Подставочка легенькая очень. Он так выглядит с разных сторон. Тут опять его характеристики всякие написаны. Ножки прорезиненные. Есть 3 штучки. Шнурок. Сейчас мы его посмотрим, какой он у нас блин. Ну и где-то. У меня просто есть, наверное. Может чуть меньше. И сам чайничек. Да, все, в коробку больше у нас. Ничего нет. Картоночка, перегородочка была между чайником шнуром. И вот у нас красавец чайничек. Так, и блестушки, бирки. Резиночка. Ого, еще какая-то целая книжка проняла. А, ну здесь расписаны всякие другие приборы от Полариса. Ага, сама слезла. Опять же, его характеристики немножко, особенности. Оп, ага. Вот так вот в крышку вставлено было. Блестяшка. Крышка эта, кстати, прозрачная. Чайник не имеет никакого запаха. Оп. Красавчик. Изнутри, надеюсь, видно как-то. Крышечка вот она прозрачная абсолютно, через которую воду заливать. Так, как-то здесь снимается этот фильтр. Для воды как-то должен он сниматься у нас. Не знаю пока. Легенький чайник. Очень даже легкий. С этой стороны у нас есть шкала. Есть отметка минимум воды, максимум воды. И с этой стороны такая же пластиковая шкала. Да, пластик. Немножко молочного цвета. Эта трубочка затем, ну, наверное, для крышечки. Вот выключатель прозрачненький. Ну, конечно, он сейчас не в розетке. Ага, вот так. Ну, у нас. Сейчас мы его поставим. Посмотрим, как он у нас крутится. Ух ты, так легко крутится. Вот так. Удобно. Можно не думать, как его правильно ставить, чтобы он не упал, не перекосился, ничего абсолютно. Любой стороной. И когда тебе надо, повернул. Очень удобно. Шнур, кстати, вот о чем говорилось. Он прячется в выемке. Можно его вот так замотать. Излишки. Он вот прям встает в базы. Если вам он слишком длинный, можно вот так намотать. Очень-очень удобно. Но я думаю, мне понадобится вся его длина. Перфорация. В общем, вот такой симпатичный, красивенький чайничек. Как раз мне на замену обычного газового, который уже скоро, наверное, потечет. Ладно, до свидания. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует...